МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Следовать моде смешно, а не следовать глупо. Здравствуйте, с вами программа Модный приговор на Первом канале. Заседание Модного суда я объявляю открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, сегодня мы слушаем дело «Виновата ли я?» Екатерина Сверидочкина молит излечить ее любимую свекровь Светлану Головину от сердечной драмы. Также в студии присутствуют друзья и родственники наших героев. Давайте их поприветствуем. Обвинение, как всегда, представляет несравненная Велина Хромченко, эксперт моды, человек, знающий о моде все и даже больше. Защиту представляет строгая, но справедливая народная артистка России Надежда Бабкина. Сегодня она поможет сотруднице Почты России отстоять ее права. И я, ведущий Модного суда, историк моды Александр Васильевич. Екатерина, прошу вас, подойдите к трибуне. АПЛОДИСМЕНТЫ Что же случилось с вашей свекровью? Моя свекровь переживает сейчас сердечную травму. От нее ушел муж к девушке, которая моложе его на 10 лет. Так бывает? Бывает. Наверняка она как-то симпатичнее выглядит, модная одежда, еще что-то. Молодое тело? Молодое тело, да, действительно. У бывшего мужа всегда были претензии к тому, что она носит короткую юбку, или же там воротники какие-то вот эти вот постоянные. Водолазки. Водолазки, да, ну как пенсионерка. Нет, она молодая, выглядит, но у нее хорошая фигура. Пенсионеркой ее назвать нельзя. Абсолютно. В том-то и дело, поэтому вот хочется, чтобы она как-то показала уже себя женственной, красивой, чтобы улыбалась, а не подходила к зеркалу и не плакала от горя. А я понимаю, что ваша свекровь сейчас не жива, не мертва, постоянно плачет, горюет. Да, плачет, постоянно пьет успокоительное. Ну что ж, давайте спросим у вашей свекрови. Скажите, пожалуйста, вы согласны с этим обвинением невестки? Да, наверное, согласна, мне нужна помощь. Мне, правда, плохо, мне предали. Свет, ну кончай реветь, да все нормально. Наоборот, скажи, мне сейчас так хорошо, я у вас здесь. А ты говоришь, мне так плохо. Скажи, да, мне нужна помощь. Я у вас здесь, я уже все понимаю. Я хочу сказать, у вас есть работа, у вас есть, посмотрите, какая семья, сын 22 лет, сидит напротив, это тоже предметы гордости. У вас есть хорошая фигура, здоровье, очаровательные глазки и приятная улыбка. Разве это все не плюс? Это все хорошо. Это все хорошо. Давайте посмотрим быстренько на гардероб этой плаксивой дамы и разберемся в нем. Пожалуйста, гардероб в студии. Ну что ж, Велина, давайте посмотрим, что носят на почте России. Вот что вы сидите и ревете, красивая женщина с отличной фигурой. Посмотрите, какое лицо потрясающее. Вот в том-то все и дело. Овал замечательный, кожа качественная, глаза огромные, носик маленький. И чего-то ревет из-за того, что в ее жизни произошло какое-то вот грустное такое событие. С кем не бывает. Из-за того, что ее обидели, из-за того, что разбили ее надежды. Но мне кажется, что вот именно та ситуация, которую вы сейчас оплакиваете, она наоборот от вас требует принципиально иного поведения. Если, например, раньше можно было по этой колее ехать и ехать, и ехать и ехать бытовой, совершенно спокойно одеваясь в эти самые джинсики. А чего действительно надо, подумаешь. Экономить надо семейный бюджет. И правда. Светерок. Тепло, красиво, чисто. И все. А у нас, между прочим... Зима на дворе. Зима на дворе. А у нас, между прочим, все мечты сбываются в этот период времени. У вас совершенно другая должна быть сценарная картина. Чем хуже, тем лучше. Вы должны быть прекрасны. В этот момент необходимо срочно сменить весь этот простенький гардероб на что-нибудь совершенно иное. Нет. Кто говорит о том, что белой блузки не должно быть в гардеробе каждой женщины? Она, конечно, должна быть, но еще и в гардеробе каждой женщины непременно обязан находиться потрясающий комплект для того, чтобы он служил латами в такой непростой период. Замечательное платье для того, чтобы она могла как следует отомстить, сходив на свидание в этот непростой период. В ее арсенале обязательно должны быть туфли на удивительно высоком каблуке для того, чтобы запаковать их в чемодан и отправиться не туда, где пальмы, а туда, где просто асфальт, и где можно цокнуть этим каблучком. И где будут мужчины, которые этому восхитятся. То есть в ее арсенале сейчас есть исключительно одежда для работы. Ее нельзя назвать плохой, чистая, нормальная, качественная одежда, базовая, бытовая, на лыжах сходить и на работу сходить. И в доме убраться, и с подружками встретиться. Но здесь совершенно нет той одежды, в которой наша героиня должна перестать плакать и начать смеяться, понимаете? Вот в чем проблема этого гардероба. И проблема серьезная, и мы ее сегодня решим. Спасибо большое, Ревина. Присаживайтесь, а я приглашаю в трибуне Светлану Головину. Пожалуйста. Скажите, а вы мужа своего в изменах раньше подозревали, или все так вот в один день случилось? Нет, все было хорошо, мы еще венчаны, вдобавок. То есть было все хорошо. И в один прекрасный день мне сказали снять розовые очки. У меня есть другая женщина. Он сказал так? Да. Что я ухожу к другой женщине. Сколько же ему было лет в это время? 37, вот только месяц назад прошло. Вы знаете, обычно в 40 лет мужчина меняет жену на 2 по 20. Вот это то случилось с вами. Не расстраивайтесь. Это бывает очень-очень часто. Вы прекрасная женщина, перед вами великие дали на поприще семейной жизни. Я передаю слово Надежде Бабкиной. Свет, ну понятное дело, что болит все, трещит по швам, разрывается пламя и все такое прочее. Слушай, месяц прошел, это рана такая, она быстро... Не заживающая. Ну она обязательно заживет, ну поверь. А расстались вы по-хорошему? Нет. Или он... А, нет, нет. И он тебе наговорил, наверное, кучу страстей и морстей, да? То, что и тряпка я, и тварь я, то, что я хочу... Я, ну как назло, машину хочу поделить общую. И тряпка я, и тварь. И в общем, такие грубые слова все были. И сволочи, скотины, и вообще не поймите кто. Кучакому столько всего было в адрес. И что он никогда до этого вообще не обзывался, а тут вообще все. А он вообще трезвый был? А он не пьет. Он занимается спортом, тестерон колет там, ну для спорта. Ты понимаешь, нормальный мужчина так не сделает. Нет. Понимаешь, он бы просто... Понимаешь, по большому счету он бы тебе сказал, спасибо тебе, Светка, за те годы, которые ты провела со мной. Я, мне было хорошо, ты замечательная женщина, ты обязательно устроишь свое счастье, но со мной такая казия произошла, но люблю я другую, но что ты сделаешь? Он понимает, что он гаденыш. Поэтому себя оправдывает, что ты такая-сякая, пятая-десятая, а я такой, мол, хороший. Не принимай на свой счет. Вот это все высказывание, я понимаю, что для тебя большая неожиданность. А кому это понравится? Никому. А кому это будет не больно? Да всем будет больно. Редкая бабенка обрадуется, скажет, славьте Господи, что это не я сделал, а он ушел. То есть ты хлебнула и горе, и боли. Кстати, предыдущие два брака у тебя тоже были? Нет, первый брак не был. Это вот от кого у меня сын. Я родила в 17 лет. Ну, первая любовь. Родила, но человек, когда узнал, что я беременна, ударил в свое время по животу. Испугался папы моего. Папа на тот момент был как раз военный. Ну, я выбрала то, что этот человек не для семьи. То есть сыном мне помогала мама, бабушка в свое время жива была. То есть расти. Потом вышла замуж. Муж в течение 10 лет тоже руку поднимал. За то, что то я юбки одевала короткие, то еще что-то. Ну, я не знаю за что. Всегда придирались ко мне. А скажи, а что ты терпела-то 10 лет? Боялась я его. Я даже за нож один раз схватилась даже. Ох, нифига себе. Вот это состояние. Да. От отчаяния. От отчаяния. Думала, что... Обороняться. Обороняться, потому что он меня бить начал, да. Ой-ой-ой. Слушай, а как ты ушла-то? Как развелась? Наверное, пришел момент, что я устала уже. То есть я просто его выгнала уже. А, ты все-таки набралась смелости и поперла его. Он не полез в драку? Не стал тебе... Нет, он у меня отсудил квартиру мою. Это моя поглупость, что я его в свое время прописала. То есть, ну, думала... Ну, он заплатил там, видно, денег, что... Я не знаю. Ну, все, правда, было на моей стороне, но... А отсудили ему? Да. Несмотря на то, что ты с ребенком? Да. А квартиру я получала с сыном на двоих. Вот это да. Света, ну, вот мне так кажется, что ты себя считаешь виновата во всех случаях. Да. С каждым мужиком, потому что они к тебе так относятся. Значит, обязательно вина на тебе. Они тебя не уважают, они тебя ни во что не ставят. Они с тобой не считаются. И в этом все твоя вина, что ли? Может, не так себя веду, может, что-то я неправильно делаю. Но я человек, когда я люблю человека, я отдаюсь вся полностью. А мне... А в ответ тишина. А в ответ тишина, да. Ты вообще ни в чем не виновата, если честно. Понимаешь, ты с открытым забралом, с распахнутой душой говоришь, ну, какое счастье. Вот мы с тобой объединились, да. Мы с тобой будем жить и все такое прочее. Ты своим поведением, наоборот, все это умащиваешь дома, готова разделить ложе. А тут на тебе. Значит, получаешь взамен. Вообще, Свет, знаешь, так себя ведут мужчины, которые вымещают на женщинах свои комплексы. Ну, допустим, скажем, они чувствуют, что женщина в чем-то превосходит, да? Они начинают ее специально унижать, уграблять ее. То есть он выглядит на этом фоне достойнее, понимаешь? Я понимаю, что ты всегда вкалывала, работала, тянула на себе многое. Я думала, знаете, ну, я знала, что на меня мужчины обращают, мне это нравилось всегда, и все вот это, знаете, на мне это все вымещалось постоянно. То есть мужчины говорили то, что ты почему хоть паранжу одевай. То есть постоянно ты будешь виновата, они тебя ревновали, не доверяли? Да. В общем, Света, ты знаешь, ты 10 лет терпела и уже настолько к этому привыкла, что ты все время жертва, то ты постоянно виновата. Ты прекращай к этому относиться так. Ты красивая, лицо великолепное, фигура достойная, все на свете, все, что у тебя есть для женщины, все у тебя хорошо. Я считаю, что ты без результата сегодня не уйдешь. Только повысь свою самооценку. Ты не думай, если мужик на тебя ругается, что в этой ситуации он прав. Нет. Если такая ситуация с тобой происходит, именно поэтому. Зачем тебе они такие нужны, бросай, не притягивай к себе, потому что у тебя есть семья, у тебя есть друзья, которые пришли тебя поддержать. Все у тебя будет хорошо. А вот эту историю «Виновата ли я?» Ну, чтобы тебе поднять настроение, я тебе спою. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю. А виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему. А он, гад, не услышал мою песню. Спасибо, надеюсь, что подробности этой истории, а также модные советы совсем скоро. Мы покажем, как носить модный в этом сезоне мех овчинки. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами программа «Молодой приговор» на Первом канале. Мы слышим дело «Виновата ли я?». Итак, Светлана, вас будет опрашивать Ивелина Хромченко. Пожалуйста, Ивелина. У меня в материалах дела написано, что тот муж Светы, который последний по счету, с юности занимается бодибилдингом и принимает тестостерон для роста мышц. И это со слов нашей героини. Не белок, заметьте, тестостерон. Обычно мужчины принимают этот препарат совершенно для других целей. Света заметила, что под влиянием препарата он становится нервным и взбалмошным. Удивительно, побочный эффект. А также сексуально ненасытным. Точка. Вот зачем принимается тестостерон. Отсюда вывод. Если тестостерон не принимается, значит, всего этого у мужчины просто нет. Я думаю, что здесь не плакать надо, а доктору его показать. Потому что, опять-таки, согласно материалам дела, когда он заявил нашей героине, что собирается уйти к другой, с этой самой другой он был знаком всего две недели. Вместе обедали. Ну, вы понимаете, да? Обедали они вместе. Здоровой эту реакцию точно не назовешь. Поэтому не переживайте. Только обратно не пускайте, когда через две недели пройдет домой. Светлана, являлись ли ваши мини-провокации для вашего предыдущего по счету мужа, который вас обижал? Да. Потому что ему не нравилось. Потому что многие мужчины обращали внимание. То есть ревновал постоянно. А вот поэтому, собственно, видимо, и унижал. Ну, наверное, скорее всего, даже. Боялся, что куда-нибудь вы денете? Боялся, да. Но я такой человек, что если я живу, люблю, семья у меня, я не пойду гулять там. Но он все равно побаивался, потому что, помимо всего прочего, вы еще были источником дохода. Он тоже зарабатывал. Только он на себя зарабатывал, а я, получается, на всех. А вы на всех. Вот я и говорю, вы были основным источником дохода. Ему совсем не хотелось вас потерять, поэтому он выбрал такой замечательный способ, как понижение вашей самооценки, для того, чтобы выработать у вас идею, да куда-то мне со свиным рылом-товый калашный ряд с какими-нибудь там мужчинами кокетничать. Да, он мне и кричал, что ты кому нужна, кроме меня. Вот. В этом основная ошибка. Да. Женщины, что они верят. Некоторые верят в подобного рода ахинею, а вот перед нами живое воплощение того, что верить в это не надо. Короткие юбки вы поносили, в джинсах вы посидели, так, чтобы никто не обижал, и так, чтобы можно было расслабиться. Дальнейшие ваши планы на гардеробную жизнь какие? Хочу поменяться, более женственно выглядеть. А как именно более женственно? А знаете, мне нравится ваш иногда фасон, я смотрю вас. Вот, правильно. Очень хорошо. Я думаю, что вы идете в правильном направлении, потому что достаточно большой процент моего гардероба, он по отношению к представителям противоположного пола достаточно вызывающе выглядит. Не в том смысле, что юбки короткие, не в том смысле, что какие-то транспарантные ткани, этого как раз в моем гардеробе вообще и близко нет. А в том смысле, что эти образы связаны с идеей очень самодостаточного человека, по отношению к которому никому не придет в голову сделать то, что делал с вами, например, ваш первый муж. Понимаете? То есть образы, которые вы подсознательно выбираете, должны через некоторое время, когда вы их обретете, подарить вам ту уверенность к себе, которая является самыми лучшими латтами, самым лучшим щитом. Я думаю, что почерпнуть энное количество идей для своих новых гардеробных решений из того гардероба, что вы видите на модном приговоре у меня, это одно из направлений выхода из той кризисной ситуации, в которую вы попали. Вы явно демонстрируете собой женщину мягкую, нежную, романтичную, которую легко обидеть. Так вот, нам надо сделать с вами такой образ, чтобы никому даже в голову не пришло, что на вас можно замахнуться. Спасибо большое. Елина, у нас с вами настало время модных советов. Овчинка один из самых горячих трендов этой зимы. Как носить главную соперницу норки, увидим прямо сейчас. Дефиле от модного приговора. Все внимание на главный подиум страны. Дефиле от модного приговора. Прокомментировать меховую женскую одежду из овчины для этой зимы я попрошу Евелину Хромченко, эксперта моды. Пожалуйста. Осенью и зимой дизайнеры рекомендуют утепляться. И вот уже не первый сезон демонстрирует, как же хороша и разнообразна может быть верхняя одежда из овчины разного калибра. Вот взять хотя бы мутон, это проклятие нашего детства, сегодня превратилось в модный и практичный материал. Будьте добры, пожалуйста, покажите свою шубу цвета клюквенной пастелы. Вот, пожалуйста, этот шлифованный мех. Раньше, к сожалению, в такие приятные цвета не окрашивали, а в основном изготавливали детские шубы цвета не очень хорошего качества янтаря или цвета чебурашки. И, в общем, дети привлекательно в этих шубах не выглядели, а выглядели маленькими толстыми медвежатами. Что на самом деле часто было не так. Когда ребенок распаковывался, внутри могла оказаться худышка. Сейчас совершенно очевидно, что перед нами стройная манекенщица, потому что ее пальто демонстрирует, насколько хрупкой красотой и стройным телосложением она обладает. И благодаря своему цвету, и благодаря гипертрофированному объему верха, и благодаря тому, что оно сужено вниз, это пальто скорее помогает раскрыть секреты своей стройности, нежели намекнуть на какие-то лишние килограммы. С чем носить подобного рода пальто? Оно вполне универсально. У него очень нейтральный крой, и благодаря аксессуарам его можно превратить в объект абсолютно любой стилистики. Даже, если очень захотеть, можно быть нежным вариантом женщины-вамп. Естественно, кружева, в том числе и плотные нынешние зимы, к этому варианту материала тоже очень хорошо подойдут. Может ли бизнес-леди надеть пальто такого цвета, скажем, на работу? Да, может, потому что внутри ведь будет костюм достаточно плотного оттенка. Однако я бы не рекомендовала дополнять вот такой вот цвет исключительно черным низом, поскольку именно он напрашивается. Ибо это было бы достаточно скучно. Обратите внимание на однотонные брючные костюмы нынешней зимы, окрашенные в цвета драгоценных камней. Вот, скажем, Бордова или Марсала очень подойдет для того, чтобы надеть его под такое пальто. Большое вам спасибо. Пожалуйста, возвращайтесь. А вот шуба «Голубая мечта». Будьте добры, пожалуйста, покажите ваш полушубок. Этот полушубок родом из 70-х пришел в наши дни фактически без изменений, если только с точки зрения качества обработки материала, из которого он сделал. Ну и, естественно, его окраска тоже полностью отвечает всем основным трендам сезона. В данном случае шуба выглядит рельефно и бояться этого не нужно, поскольку это современный материал, он облегченный. И если, например, в 70-е такой полушубок весил бы не один килограмм, то современное качество обработки материала дает вам совершенно иные ощущения. Наши стилисты решили приплюсовать к этому жакету из меха джинсовый комбинезон. Распахните, пожалуйста, покажите, как выглядит внутренняя часть вашего комплекта. И, как вы видите, нет ощущения гипербола какой-то, когда абсолютно молодежный наряд дополняется мехом такого несуществующего цвета в природе. Действительно, такой фантазийный вариант более чем ликвиден. Он смотрит на нас со страниц всех глянцевых журналов и, естественно, с сайта модный.тв. Большое вам спасибо. Пожалуйста, возвращайтесь. И, наконец, естественных природных тонов никто не отменял. Будьте добры, пожалуйста, покажите ваш жакет. Довольно популярный способ оформить димнее пальто сегодня – это вот как раз такой гладкая основа и довольно объемный мех в деталях. Например, на карманах. Но вот в данном случае все выполнено из одного материала, только с разными способами обработки. И, как вы видите, подобного рода жакет выглядит не просто очень актуально, но еще и очень остро. Пожалуй, это самая острая вещь из всех трех представленных сегодня. А довольно базовые цвета подкреплены очень современными формами и линиями. Потому что нет ничего сверхъестественного в темно-синем или кофейном. Но когда эти темно-синие и кофейные облачены в формы, очень характерные для последних трендов нынешнего сезона, они приобретают не только базу, которую они обладают изначально при рождении, будучи таким образом окрашенными, но и особенную остроту, поскольку полностью соответствуют всем трендам сегодняшнего дня. АПЛОДИСМЕНТЫ Изящные украшения от ювелирного дома Кабаровски завершат образ. Сапфиры в россыпи бриллиантов никого не оставят равнодушным. Кабаровски – традиции и мода. Спасибо, Евелина. Я напомню, что на нашем официальном сайте вы всегда можете получить советы стилистов и консультации по вашему гардеробу. Самое настоящее и модное преображение ждет вас на модные.тв. Оценить выбор героев, записаться на участие в программе и выслужить модные советы можно по телефону. Звоните с мобильного 0736. Ну а что Светлана и Екатерина подберут в магазин и увидим буквально через несколько минут. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами программа «Мод и приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело «Виновата ли я?». Екатерина и Светлана сходили в магазин за новыми нарядами. Давайте посмотрим, что они там выбрали. И я приглашаю Светлану на главный подиум страны. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Светочка, а чего вы идете по подиуму так, словно Мария Стюарт на казнь? Что случилось? Неудобно. Неудобно. Я думаю, что вам неудобно, потому что первый раз. Но зато, когда стилисты вам найдут каблуки, может, еще и повыше, и вы увидите свой образ, вы будете даже танцевать, приплясывая на этих каблуках. Я передаю слово «Ладе Дэнс». Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне каблуки нравятся. Вот низ нравится. Все остальное, конечно, очень странно. Кофта с одной оперы платья, с другой, а за резинкой в волосах это вообще какой-то кошмар. Не обижаетесь, да? Но вы красивая молодая женщина. Стройная. Стройная. Красивые ноги. На самом деле, если снять кофту, одеть украшение, снять эту ужасную резинку и... Давайте попросим ее снять. Да, конечно. Эту ужасную резинку. Можно расписать? Давай, снять с ней. Вот. Так. Смотрите, какая она молодая. Так. Какая она беззастенчиво красивая. Да. И какая она... Кофту с ней? Зазнобистая. Снимайте, снимайте кофту. Безумно зазнобистая. Совсем другая тема. И какое-нибудь красивое, правда, Вилина? Отлично. Красивое, красивое украшение. И, в принципе, девушка готова. Готова к чему? Ко всему. Ко всему, к новой жизни. К новой жизни. Спасибо, Лада. Присаживайтесь. Дорогая, переодевайтесь за кулисами, радуйте нас и далее. Ну, а сейчас слово народной артистки России Надежде Бабкиной. Катюша, а ты тоже и кофточку ей подобрала, да? Ну, да. Просто мы как бы планировали, что она завяжет это, а она не хотела завязывать. И вообще, как бы, она не хотела это платье, в принципе. Но все равно, как бы... Но ты уговорила ее, да? Да, коль мой выбор, как бы, я ей сказала, нам нужно платье. Тем более, она чуть-чуть выше колена, но все-таки не мини. Не мини, да. Но я тебе скажу, что платьице неплохое. И оно так выглядит немножко по-школьному, да? А кофточка вообще никакая, вообще позорная. Этот трикотаж, который предательский такой, он старческий. Она еще молодая, она собирается новую жизнь построить себе, потому что она вся в тоске вот этой печали, понимаешь? И, кстати, фигурка у нее замечательная. И ножки хорошие есть. И главное, что каблучок, туфельки и колготочки, хотя они плотноватые, если для этого платятся. Но не важно, все равно они, как бы, хоть как-то сочетаются. Но в этом плане, конечно, ты молодец. Но все равно ей нужна одежда, на мой взгляд, более статусная. Мне кажется, все-таки чуть-чуть по-другому. А смысл твоей одежды очень хороший. Спасибо большое. Уверила ваши оценки. Наша героиня выглядит очень-очень юной. И если бы не странный цвет волос, а если бы вот она была блондинкой, и волосы были достаточно однородного цвета, так, как они выкрашены на концах, то перед нами была бы такая, ну, студентка в этом платье, оказавшемся под кофточкой. И если бы вдруг эта студентка надела сверху джинсовую курточку или косовку, она бы выглядела более чем адекватно. И если бы вдруг вместо этих туфелек, в которые, собственно говоря, моя подопечная и вкладывала всю взрослость этого комплекта, там бы оказались мотосапоги или слепоны, или сникерсы, пусть даже с высоким щитком, то все было бы на своих местах. Вот бы он и сложился, этот комплект. Спасибо большое, Эвелина. Ну, а сейчас второй выход Светланы. Посмотрим. Светлана Головина, вы хотите выглядеть словно старшая сестра вашему 22-летнему сыну. Наверное, это цель. Да не цель, нас всегда так путали, что мою маму больше мамы считали, чем меня. Для какой цели вы выбрали этот костюм? Ну, удобно. Очень удобно. Именно просто удобно. Именно правильно. Просто удобно. Да, просто удобно. Джинсы всегда всем шли. Выслушаем Ладу Дэнс. Джинсы, конечно, увеличивают очень. Но если одеть красивые туфли на шпильки с острым носиком и подобрать яркий цвет интересный, девушка была бы уже стральнее. И в этом образе уже появилась бы некая женственность. Сейчас какая-то такая угловатость не по возрасту, скажем так. И ботинки сюда, ну, мне кажется, вообще никак не подходят. Вот. Но туфельки бы это все хоть как-то скрасили, да. Ну, что-то вот я бы вот почему-то к обуви придираюсь. И то, что джинсы очень полнят. Спасибо большое, Лада. Присаживайтесь. Переодевайтесь за кулисами, если клана. Слово надежды бабки. Да, но вы знаете, она, собственно, не стала заморачиваться и что-то там мудрить. Она решила пойти по пути наименьше сопротивления. Джинсы сейчас актуальны, модны. Она их подыскала сама себе, какие хотела. И главное, взяла белую рубашку. Но белая рубашка, цвет, естественно, мы понимаем. Начать с листа, новую жизнь. И это, в принципе, неплохо. Обувь, не знаю. В этом комплекте, мне кажется, там все вот так. Ну, как бы, знаете, так громоздко. Поэтому я считаю, что тут одной белой рубашкой вовсе не обойдешься. Тут много чего нужно поменять. Спасибо большое, Надежда. Передаю слово Евелине Хромченко. Выбирая подобного рода джинсы, это бойфренды. Выбирая рубашку, вот так похожую на мужскую, выбирая тяжелые ботинки, она как бы делает вызов мужчинам. Она говорит, ого-го, я еще какая сильная. Я еще тобой баба, я за себя сама постою. Такой образ, как правило, очень нравится юным пацанам, вчерашним школьникам. И очень не нравится взрослым мужчинам. При том, что они не против джинсов, в принципе, в гардеробе своей любимой женщины. Молодые парни говорят, то круто, это как раз то, что надо. С этой точки зрения совет Лады в отношении того, чтобы сменить тяжелые ботинки на легкие, наглые, сексуальные туфли, очень справедлив. Но наша героиня обретет большое внимание молодых людей в возрасте ее сына. А это не то, ради чего она пришла сюда переодеваться. Ей бы надо, наоборот, продемонстрировать свою слабость, что является нашим главным оружием. Продемонстрировать, что она изначально не планирует соревноваться с мужчиной, отдавая ему бразды пробления, самые тяжелые сумки и право зарабатывать на ее бриллианты. И дело наладится, я вам точно говорю. Спасибо большое, Эвелина. Ну а сейчас третий выход, компромисс. Светлана, просим. Светочка, у вас сладненькая фигура, но, мне кажется, эти брюки вас слишком обтягивают. Причина вот в чем. На них есть стрелочка. И вот когда стрелочка начинает расходиться на бедре, это уже первый крик о помощи. Кроме того, эти брюки замечательны, конечно, всем. Они совершенно новые. Вы их только что приобрели в магазине. Но они уже морщат в паху. Понимаете, что получается, когда вы в них посидите пару часов за столом, у вас будет просто вся большая улыбка морской звезды. Зачем вам это нужно? Выслушаем Ладу Дэнс. Вот если бы мне предоставили, да, вот, например, из этого образа что-то сделать, конечно, я бы одела что-то на низком каблуке, типа макосин, ну или ботинок таких интересных, женственных. Мне нравится сочетание классических брюк и блестящей кофты, но мне не нравится фасон этой кофты. Стилистически тут, конечно, все в разнобой, вот, а больше всего, конечно, вот эти ботинки, вот, картину все и портят. И очень правильное замечание, что брюки не должны так обтягивать, это правда. Ладочка, может, вы хотите спить что-то для нашей героини? Жить нужно в кайф, Свет, а что мне еще сказать? Ну давайте. Все начинается с гардероба, ну как? Жить нужно в кайф. Ну, в кайф. Света, пойдем туда, куда его. Спасибо большое. Присаживайтесь, дорогая. Ну что ж, все вместе выслушаем народную артистку России Надежду Бабкину. Свет, ну вот лично мне этот комплект, он вообще никакой, вот, даже я не знаю, что тебе сказать, я тебя очень хочу поддержать. Весь цветовой, так сказать, набор, он говорит о том, что ты в такой глубочайшей депрессии. Хоть коричневый цвет, он как бы и актуален, но тогда он горького шоколада. А это ни туда, ни сюда, какой-то размытый, не поймешь что. За счет блестков еще как-то вот эта кофточка, еще как-то она играет. Брюки вовсе нет, мало того, что они малы, все как-то несуразно. То ты на показ выставляешься мини, да, мини-юбка совсем, то ты укуталась во что-то, вот так спряталась, и все, и не смотрите на меня. Вот какая-то вот такая вот неразбериха, неразбериха, неуравновешенность. Спасибо большое. Надежда, слово Евгений Хромченко. Ой, ну, можно, конечно, сказать, что это комплект цвета черного кофе и горького шоколада, а можно характеризовать его по-другому. Коричневый цвет – это, несмотря на то, что цвет красивый, вовсе не тот выбор, который вам сейчас необходим. Вовсе не тот цвет, который поддержит вас в трудную минуту, выделит вас из окружающей среды. Даже блестки ему не помогут никакие, несмотря на то, что вы красавица, вам идет все, на самом деле. Огромный спектр цветов в вашем распоряжении. Вы можете себе позволить многие вещи. Но вам сейчас необходимы такие наряды, которые, когда вы посмотрите на себя в зеркало, подарят вам крылья за спиной. Юбка, которая хорошо сидит на бедрах, брюки, которые удлиняют ноги, и которые не дарят ту самую морщину, про что Васильев говорил. Туфли на высоком каблуке, но в то же время удобные, чтобы надела и полетела. Так что я с радостью вручила бы вас в руки стилистов, поскольку знаю, вам нужна хорошая встряска, но встряска очень позитивная, потому что негативных в вашей жизни было предостаточно. Спасибо большое, Эвелина. Настало время отправить Светлану прямиком в волшебную комнату стилистов. Вступайте туда, меняйтесь, радуйте всех. Как переоденуть стилисты Светлану, увидим буквально через несколько минут. Не переключайтесь, будьте с нами. Диета Елены Малышевой – это набор готовой еды для тех, кто хочет похудеть. Не надо ходить в магазины, не надо готовить, просто ешьте и худейте. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело «Виновата ли я?». Наша героиня Светлана побывала в волшебной комнате стилистов. Она очень волнуется, потому что не видела своего отражения в зеркале. Поддержим ее бурными аплодисментами. Светлана, просим вас на подиум. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Света, я не могу вас узнать, а вы себя узнали? Эмоций даже нет. Как вы себя нашли? Вышла какая-то молоденькая 20-летняя девчонка, поклонница Евелины Хромченко. Что скажете, как вам такое преображение? Необычно, чудно. Цвет волос. Такой цвет волос непривычно. Вам нравится или нет? Да. Давайте выслушим вашу маму, Елену Ивановну. Ну мне что-то вот там чуть-чуть не нравится. Где именно там? На груди. На груди это что значит? А, ну поправь, пожалуйста, вот этот лацкан. Ой. Не надо, не надо. Нет, там не получается. Все так продумано. Это косуха. А так ты очень хорошо выглядишь. Безрукавая. Хорошо выглядишь? Да. Мне очень нравится. Давайте выслушаем мнение истца Екатерины. Катя. Ну я не ожидала видеть, конечно, такого переворота, но это сногсшибательный вообще образ. Мне очень понравилось. Вы совершенно другая. Вот тебе и свекровь. Понравилось? Очень понравилось. Боюсь сказать, что прям подружка. До слез. Разницу почувствовали? Да, почувствовала. Переодевайтесь. Надежда, вам слово. Приятно иметь дело с женщинами, которые понимают, что изменения произошли. Ну и что, что непривычно. Ясное дело. Откуда она могла предположить, что ей цвет волос изменят, приблизятся к ее естественному, натуральному, потому что было видно, какие там серьезные корневища прорастали. Да, юбку такую дерзкую ей сделали роскошную. А какие у нее полусапожки эти, вот такие, знаете, прямо вот моднявые, я вам скажу. Вообще она вся такая модная. Мне нравится вот это в ней. Несмотря на такую дерзость, казалось бы, есть хрупкость, женственность. Все это имеется. Спасибо большое. Мнение Эвелины Хромченко. Знаете, у меня такое ощущение, что шеф-команда стилистов собирала комплект для себя и отдала нашей героине, потому что вошла в ее положение лучшее. Вот прямо чувствуется, как непросто это было сделать. Я не вполне согласна с этой прической, но я уверена в том, что как только эта пышная укладка разойдется, примет естественную форму и прическа заиграет новыми гранями. Спасибо большое. Второй выход героини. Светлышечка, я рад, что мы вас вземил. утеплили. Что скажете? Хорошо. Честно или это так себе? Отговорка. Честно? Да. Мне не нравятся брюки, как они сидят на ногах. Почему? Ну, не знаю. Типа короткие? Да. А вам бы хотелось? И просто немножко обтягивают икры. А так в принципе все отлично остальное. Выслушаем вашего сына, Андрея, 22 лет. Пожалуйста, сын. Насчет брюк я солидарен с матерью. Вот. А так образ... Ну, я в шоке. То, что вот накрасили ее. Я просто, когда она вышла, я ее не узнал. Вот. Подумал, что за женщина уходит, где моя мама. Вот. Верните ее. Знаешь, Свет, вообще, честно говоря, я тебе хочу сказать, что я вот, например, лично удивлена. Ты понимаешь, ты стоял здесь, рыдала, плакала, что от тебя этот ушел, и ты вот в свои 39 лет все такая печаль, все, жизнь закончилась. Нет. Посмотри, подожди, секундочку, подожди. Так было. Значит, тебя нарядили, ты помолодела, ну, пусть не на 20, на 10 лет, не важно, на 15, но ты стоишь как девчонка молодая при наличии такого взрослого сына. Стоишь, брюки тебе не нравятся. Да это самое модное. Ты журнальчик, ты полистай. Нет, это мне просто непривычно. Ну, это как и скажи. Спасибо большое. Нет, Света, так и скажи, мне непривычно. Честно, мне не нравится. Икры ей, видите ли, обтягивают. Ничего не обтягивают, они просто заужены к низу, потому что это очень модно. Спасибо большое. Давайте выслушаем мнение вашей подруги Валерии. Ты звезда. Ты вообще умница, красавица, все здорово, все шикарно. А он, козел, пусть локти кусает. Вот. И другие труднодобоступные места, правда? Да, да. Дорогая, а сейчас со скоростью заказного авиаписьма вступайте переодеваться. Эвелина, что скажете? Тот факт, что зауженные брюки очень актуальны, он очевиден, они на всех подиумах, но при всей этой красоте она идет и ищет пять копеек на подиуме. Обычно так делают женщины, которые в себе действительно очень не уверены и которым кажется, что у них в наряде что-то не так. Давайте сделаем так, чтобы в ее наряде было все до такой степени так, чтобы она шла всегда и везде, только с гордо поднятой головой. Спасибо большое. Ну, а сейчас третий выход Светланы Головиной. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня теперь потеряли. АПЛОДИСМЕНТЫ Бывший муж меня точно потерял. Еще раз хочу сказать, мам, ты у меня самая лучшая, самая красивая, самая любимая на свете мама. Вот. Можно я тебя поцелую, пожалуйста? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Светланы Головиной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Разве вот эта вот красота может задержаться одна? Нет, не может. Но будь аккуратна, будь аккуратна. Счастья тебе желаю, девочка моя. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. А я хочу вам сказать, что, конечно, эта передача наверняка сегодня перевернет не только ваше сознание, но и стиль вашей жизни. А сейчас я передаю слово Эвелине Кромченко. Давайте выслушаем ее модный приговор. Платье в талию с красивой юбкой, которую мужчины называют живой. Почему-то именно такой фасон особенно нравится тем мужчинам, что приходят сюда переодевать своих любимых женщин. Они говорят о той юбке, которая волнует их воображение, о платьях, которые дарут женщинам летящую походку, имея в виду именно этот фасон, самый женственный в талию с широкой юбкой. И вы во всем этом выглядите, знаете, даже как-то совсем по-детски. Вот эти вот носочки, собранные вместе, это ваше застенчивое покусывание губ. Вы смотрите в зеркало издалека. И поэтому у вас все время сейчас лицо поднято кверху. Вы не смотрите вниз, а это залог успеха. Вы всегда теперь думаете, что перед вами зеркало. Никогда не ищите эти пять копеек, потому что пока вы их ищете, вы просто не заметите мужчину, который кидает на вас пламенные взгляды. Вы просто увидите этот взгляд. Я думаю, что вот эта новая привычка, держать голову выше, смотреть вперед, она вам поможет не потерять свое счастье. Оно где-то прямо совсем рядом. Вот я прямо чувствую. Спасибо. Спасибо большое, Эвелина. Мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы. Гости в студии голосуйте, дворецкие. Привезите вещи на подиум. А вы, дорогая Светлана, оставьте цветы на столе и подойдите в центр. Светлана, я вас поздравляю от души и задаю вам важный вопрос. Что вам больше всего приглянулось? То, что ваша родственница и вы нашли в магазине, помните, эти прекрасные брюки цвета мечты, или вещи от стилистов? Вещи от стилистов. Точно уверены? Надеюсь, вы их выиграете. Давайте посмотрим на экран и увидим результаты голосования. 15% в пользу Светланы и 85% в пользу стилистов. Я вас поздравляю. Вещи от стилистов вам в дар от программы «Модный приговор». Ну а если вы хотите стать участником модного суда, отправляйте анкету на сайт первого канала. Сегодняшнее заседание закрыто. А мы с вами увидимся завтра утром. До свидания.